МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал СБС специальный выпуск. Специальный выпуск веду я, Санан Альзаев. Гость специального выпуска Василий Калташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Василий, здравствуйте! Как слышите нас? Здравствуйте! Хорошо слышу. Великолепно. Василий, я первым же вопросом хотел коснуться такого момента. Мы знаем о союзнических отношениях между Арменией и Российской Федерацией. Это весь очевидно, но отношения между Азербайджаном и Российской Федерацией тоже носят на высоком уровне, особенно это касается экономического взаимодействия. Я хотел бы коснуться одного такого момента. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что там в Армении ждут более активной деятельности Российской Федерации по тому, чтобы ситуацию остановить наступательное действие азербайджанской армии. Как вы это, как житель России, как человек, который как-то изнутри может видеть позицию Российской Федерации, официальную позицию и мнение общего, как вы это понимаете? Как вы это понимаете? И видите ли вы недостаток в плане того, что Россия могла сделать первое, второе, третье, но она этого не делает в понимании армянской стороны? Ну, армянское общество действительно настроено так, что оно ожидает, что Россия будет активнее участвовать, активнее помогать. И здесь, мне кажется, что общество, оно с президентом Армении солидарно, оно просто не знает деталей этой истории. И вот в этих деталях и заключается дьявол. Дело в том, что ведь армяне по-прежнему многие рассматривают Пашиняна как такого нейтрального реформатора, как человека, который занялся, значит, ликвидацией каких-то проблем, которые были у страны, есть у страны, и вот он ездит по миру, смотрит разные варианты, вот у китайцев он берет это, у американцев то, а с Россией он выстраивает новые отношения, о чем он, кстати, говорил неоднократно, что у него новый тип отношений с Россией. И дело в том, что армянское общество плохо представляет себе, что этот новый тип отношений, он в Москве понимается очень плохо. И я говорю не о дипломатическом корпусе Российской Федерации, я говорю об российском обществе, потому что российский интернет буквально лопается от фотографий, где Пашинян с Соросом, где на улицах армянских городов люди протестуются с требованием закончить российскую оккупацию, так называемую, значит, вон из России. И, конечно, российское общество сейчас слышит о том, что, а где русскоязычное телевидение в Армении, оно под запретом оказывается. А люди, с которыми российский президент выстраивал отношения много лет, я говорю об армянских государственных деятелях и военных, они арестованы, они, значит, их пытаются судить, именно пытаются. То есть возникает такая ситуация, которая позволяет говорить, что вообще Пашинян-то дипломатический военный конфликт подготовил. В том смысле, что вот этот очень хрупкий баланс, на котором все держалось на Кавказе, был разрушен его дипломатическими действиями. Действия эти, конечно, не были направлены против Азербайджанов, по сути, да? Они были направлены против России. То есть это была кампания по выполнению заказа американского государства, американского политического класса. И вот это вызывает невероятное раздражение в российском обществе, потому что Пашиняна-то никто союзником не считает. Армянскому народу сочувствуют, к войне относятся отрицательно, и заинтересованность общества есть в том, чтобы вопрос, все противоречия решились сейчас мирно, чтобы люди, которые были гражданами одной страны Советского Союза, не убивали друг друга, и никто не пострадал более, но в то же самое время отношение к Пашиняну как к врагу, Пашинян предать, как к предателю, да? Хотя он не предатель, он просто изначально американский вассал. Вот если так говорить старым языком исторического учебника, в средневековой истории, да, европейской, западноевропейской даже, то он вот американский вассал, но это мягко говоря, потому что он не вассал, он гораздо более зависим. И поэтому его призывы сейчас, что Россия должна вмешаться, они воспринимаются как какой-то крайний цинизм. Просто крайний цинизм, потому что почему бы, собственно говоря, не обратиться к Вашингтону, почему бы не обратиться к НАТО? Но ведь Пашинян проводил совместные акции с НАТО, он вообще говорил об ориентации на НАТО. А где НАТОвские войска? Может быть, Турция пришлет Пашиняну свои войска как член НАТО и поможет ему в рамках своего главного военного блока? Ну, это невозможно, это абсурд сейчас. Я смеюсь, конечно, но в принципе, теоретически же он вроде бы в этом направлении двигался, а почему же результаты оказываются такими, что новый кризис в Закавказье и неспособность Пашиняна здесь получить какую-то такую масштабную поддержку? Я понимаю, что для Вашингтона было бы удобно, если бы здесь Россия полностью на себя все взяла в этой истории. Но российское общество предпочитает, чтобы сперва спросили с Пашиняна, сперва спросили с него. И это принципиально важный вопрос, потому что если армяне будут проигрывать в конфликте, то винить за это будут и в России, и в Армении Пашиняну в какой-то момент. Поэтому Пашиняну придется неизбежно ответить за всю эту историю. И за то, как он за эти самые новые отношения с Россией, которые он несколько лет так выстраивал, что отношение к Армении изменилось. Даже не к армянскому народу, к армянскому народу отношение очень хорошее. А отношение вот к этой верхушке, которую посадили туда американцы. Да, об этом мы постараемся еще поговорить. На самом деле трудно не согласиться. Есть страны, которые хотели бы что-то повлиять на регион, но очевидно, что такого потенциала, который есть у Российской Федерации, исторически присутствующий на этом регионе. Но нет. Звонил там господин Макрон настойчиво, другие звонят, им Пашинян звонит. Но такое впечатление, что там просто разговор ради разговора. Совсем другая ситуация с Российской Федерацией. Я хотел бы узнать у вас мнение по одному такого моменту. По поводу этой войны очень часто говорят о том, что война может теоретически, пока гарантированно никто этого не знает, как будет развиваться событие, но война на долгую, ее Армения просто не выдержит. А вот у Азербайджана ресурсов хватит на то, чтобы, ну если надо, месяц, если надо, два. А вот армянская сторона этого не выдержит. Как вы относитесь к этому предположению, к этому тезису? Ни одна из сторон не выдержит годы конфликта. Нужно учитывать, что этот конфликт разразился под конец большого экономического кризиса. 2020 год, он почему принес столько негативных событий на рынке? Потому что он, ну в общем-то, был порожден таким, ну как бы в плане событий, эффектом сжатой пружины. Вот с 2008 года пружины сжимали, и разные политики, вроде Барака Обама, рассказывали нам, что все, кризис кончился. Ну и в общем многократно делались эти заявления о том, что все прошло, все нормально. А потом эта пружина в какой-то момент начала распрямляться, и удар оказался очень сильным. Ну вот я говорю о весеннем падении, мартовском падении на рынке нефти, и на рынке вообще сырьевых товаров. Поэтому все экономики, которые прошли последние 12 лет, и азербайджанская экономика, и азербайджанское общество тоже, они изрядно истощены. Войны могут долго тянуться, когда они предшествуют крупным экономическим кризисам. Ну просто даже экономическим кризисам. Но когда они происходят на излете таких кризисов, эти войны неизбежно порождают серьезнейший социальный кризис, и это не минит и Азербайджан. Но мне кажется, что в Армении кризис будет более суровым даже, и для Пашиняна кончится просто очень плохо. Когда конфликт начался, я в Фейсбуке написал о том, что если Пашинян сможет сбежать в итоге в Соединенные Штаты, когда эта история примет, так сказать, уже значительный характер, такой продолжительный характер устойчивый, то это будет для него хороший исход. Это лучшее, что с ним может произойти. Будет спрашивать за это, потому что, ну, просто вот, ну, совершенно не та политика, которая должна проводиться в интересах армянского народа. И это, ну, за это дорого обойдется, потому что ведь действия Азербайджана, они оказались дипломатически более красивыми, я бы так сказал, да. То есть они, и в силу этого они оказались, сказать, даже более эффективными, потому что выяснилось, что подготовка была тщательной. А в случае с Пашиняном подготовка была тщательной только в отношении конфликта с Россией. То есть вот с Россией нагнетать конфликт, да, это получалось. Армянские политологи, да, они рассказывали, что главный враг – это Россия. Ну, рассказали, молодцы. Дальше что? И вот возникла нынешняя ситуация, очень сложная ситуация. Но вот насчет ресурсов я не уверен. Я думаю, что обе стороны довольно быстро почувствуют серьезные проблемы. Хотя очевидно, что Азербайджан, отличаясь от Армении двумя вещами, во-первых, это, конечно, энергетические ресурсы собственные, и второе – это независимая бюрократия собственная, да, национальная, она не находится под таким уж контролем, ну, просто не находится под контролем Вашингтона, как это мы имеем в случае с Арменией. Потому что, мне кажется, что армянское общество даже и не сознает этой ситуации. То, что вот в Москве видно чуть ли не каждому ребенку, который говорит, а, в Армении американская администрация, американцы хозяин еще этой стране, что какую политику хотят, такой проводят. То, конечно, никто такого сказать про государство Азербайджана не может, потому что это нужно, как бы, видите, нужно это доказывать, да, нужно это аргументировать. Ну, и просто факты это никоим образом не могут подтвердить. На самом деле, вот по поводу экономики есть еще один такой момент. Вы сказали по поводу энергетических возможностей Азербайджана, но, конечно же, золотовалютные резервы Азербайджана тоже существенно больше, чем в той же Армении, и они, как говорится, в большей части сохранились. И, конечно же, после военного устройства Азербайджан это все может использовать. Я еще одного такого момента коснусь, раз уж мы говорим об обществе, раз уж мы говорим о послевоенном, я хотел бы и с политической, и с экономической точки зрения, каким вы видите послевоенное устройство в той же Армении, с учетом того, что, ну, война же вечно продолжаться не будет, но рано или поздно она закончится, разно или поздно наступит мир. А вот как они внутри, как внутри Армении это все будут переживать, как это внутри Армении будет, это по поводу нынешнего правительства, его состава, как это все будет развиваться в дальнейшем? Ну, надо сказать, что когда российские дипломаты говорили, что обе стороны виновны в том, что не удается выстроить конструктивное сотрудничество в экономической плоскости в последние годы, ну, в годы, предшествовавшие нынешнему вооруженному конфликту, и Азербайджан и Армения виновны, в этом была значительная доля правды, потому что действительно обе стороны, и Азербайджан, и Армения были настроены друг к другу очень холодно, и здесь, если говорить об армянском обществе, то здесь существовала такая, ну, гордость от победы, да, вот это двойное празднование 9 мая и 45-й год, победы над фашизмом, наша общая победа, и вот победа вот в той войне на руинах Советского Союза, да, вот, когда они добились вытеснения азербайджанских войск из значительных территорий. Эта ситуация изменится, будет переоценка этого момента. Понятно, что азербайджанское общество будет испытывать, и это видно, что оно уже испытывает определенную гордость за успехи, за то, что там постепенно происходит какое-то продвижение, и понятно, что война закончится каким-то соглашением, но очевидно, что она закончится соглашением, которое будет фиксировать, скорее всего, некоторые приобретения Азербайджана. Да, я не берусь говорить, какие, что и как, но вот эти вот, как бы, занятые территории, они, видимо, останутся за Азербайджаном. То есть я предполагаю это, знать это невозможно, но очевидно, что, как бы, мирные соглашения, перемирия даже долговременные, они заключаются на, по принципу, кто где находится, тот там и остается, в основном, как правило. Но в азербайджанском, в армянском обществе наступит переоценка ситуации, переоценка опыта этого конфликта, потому что, во-первых, терпит полный крах политикам многовекторности, что вот мы на Россию ориентируемся только в рамках так называемых новых отношений, попутно, это цитата Пашиняна, это его выражение, новые отношения с Россией, попутно мы рассказываем, кто главный враг, Россия, естественно, да, значит, и почему-то рассчитываем, что в критической ситуации мы будем получать максимум поддержки. Я думаю, что, конечно, Россия Армении, армянскому народу поддержку оказывала, оказывает и будет оказывать, но для России является проблемой сама армянская администрация, потому что представить себе, вот просто теоретически, да, что вот Пашинян одерживает победу в военном конфликте, а дальше что для Москвы? А дальше он говорит, если бы Москва помогала нам по-настоящему, то тогда мы бы уже бы там условно, и Баку бы заняли, да, а тогда в Москве хватается за голову и говорят, подождите, подождите, а что же происходит-то? А он получает уже там голос поддержки из Вашингтона, то есть если американцы не могут предоставить ресурсы необходимые, то уж пресс-релизы и заявления они предоставят в поддержку своему мальчику с удовольствием. И получится, что Армения разворачивается в другую сторону, и вот эта вот, ну, вот эта как бы гордость, да, от успеха, она оборачивается против России, хотя Россия здесь помогала. Я просто анализирую эту ситуацию, как она выглядит вот не с точки зрения азербайджанского общества или армянского общества, а именно вот с точки зрения российского общества и российской дипломатии. И получается, что, скорее всего, армянское общество будет переживать серьезный кризис и переоценку вообще всего собственного понимания истории и перспектив отношений. Ну, а на выходе обе страны неизбежно должны будут под значительным, я надеюсь, да, влиянием России начать выстраивать нормальные экономические отношения, то есть прийти все-таки к тому самому экономическому сотрудничеству, которое должно быть на первом месте, и нормализация отношений. Но эмоциональный фон будет уже отличаться от того, который был в отношениях прежде. Я говорю здесь о настроениях в самом обществе. Я надеюсь только, что эта война не поссорит еще больше людей, потому что, поверьте, оба государства небольших, и экономическое развитие здесь, и независимость для них, и для Азербайджана, и для Армении во многом зависит от того, чтобы они поменьше конфликтовали. То есть я здесь за прекращение войны, конечно, полный. Я очень известно, Василий, по поводу того, чтобы не перессорились еще больше людей, я бы даже сказал, что не перессорились все больше стран, об этом я отдельно задам вам вопрос. Я просто хотел бы узнать ваше мнение касательно... Вы знаете, вы говорите о Николе Пашиняне, и получается тогда камень преткновения во взаимоотношениях Еревана и Москвы, именно нынешнее руководство. Каким вы себе представляете, раз уж мы говорим о послевоенном устройстве? Знаете, как традиционно из года в год Армения получает, или кредиты, или газ по низким ценам и так далее? Каким будет участие Российской Федерации в послевоенном устройстве Армении? И правильно ли я вас понимаю, все будет зависеть, останется Никол Пашинян во власти или не останется? То есть если он остается во власти, этот вопрос немножко будет сложным. Если уйдет и посмотрит, кто там пришел, какая у них там позиция, вот тогда Россия, как и прежде, может подключаться. Я правильно понимаю ситуацию? Нет, Пашинян не останется во власти. Исключаете вы это? Я думаю, что нет. У него шансов нет практически. Он подставил армянский народ. Он его подставил. Потому что вот эта игра, имея единственного союзника, причем исторически зарекомендовавшего себя хорошо, сколько русских солдат положили в свои жизни для того, чтобы остановить геноциды армян, чтобы скорее продвигаться, чтобы нанести поражение Турции в войне. Я говорю о Первой мировой войне, о той самой. И вот после этого говорить о вот этих так называемых новых отношениях, которые понимают, которые Пашинян продвигает, и от которых, кстати, не отказался. Он не отказался от этого, но не сказал, что это была стратегическая ошибка. Поэтому я думаю, что для него все кончится арестом. То есть я не думаю, что будут новые выборы, митинги. Я думаю, что с него спросят военные. И я говорю здесь не о генералах, не о полковниках. Я говорю здесь о общем настроении, потому что война эта для армянского общества в очень защитной мере народная. Они понимают, что угрозу для них, ну, то есть, по крайней мере, они чувствуют, у них вот есть вот это ощущение, это мысль. И есть этот подъем, можно назвать его патриотическим, можно назвать его националистическим, но надо сказать, что он в обеих странах присутствует. Он примерно похож, ну, вот по типу духа он похож. И это неизбежно опрокинется все на Пашиняна, потому что теми средствами политическими, которыми он пользуется, и те, кому он служит, не могут ему дать победу в этом конфликте, не могут ему обеспечить выгоды. Когда бы не был заключен окончательно мирный договор или как устойчивое перемирие длительное, заморозка какая-то, вот этого конфликта, Армения будет все-таки ощущать, что при Пашиняне они потерялись, что Пашинян их подставил. И я надеюсь, что они это поймут, потому что это очень серьезно. То есть вы говорите «я надеюсь», то есть у вас есть ощущение, что они могут этого не осознать, и даже если Пашинян уйдет, пророссийского правительства в Ереване вы можете не увидеть. Я правильно поднимаю ваше подозрение? Нет, значит, понимаете, что не делаю. Национализм, конечно, вот этот вот такой вот, как можно сказать, классический, да, он выгорит. То есть я говорю про Армению, я вам скажу честно, что я думаю, что и в Азербайджане случится нечто подобное. Вопрос просто в том, как это все будет происходить, какие это будет иметь социальные, политические последствия. Вы меня спрашиваете про Армению в основном, да, про Армению я рассказывал. Я думаю, что армянское общество просто спросит с Пашиняна, да, то есть произойдет падение, падение этой системы. И я вам честно скажу, мое ощущение, что Пашинян боится такого развития событий, очень боится, и это справедливый страх, обоснованный, потому что, скорее всего, для него все так и кончится, и он это знает. Он это знает, что в какой-то момент придется просто бежать из страны. Ничего в этом удивительного нет. Многие проамериканские президенты бегали из страны, а они при этом нормально доживали свой век где-нибудь в Майами, в отличном особняке, с бассейном, с улыбающимися белокурыми подружками. То есть тут, я думаю, что горевать Пашиняна особо не придется. Горевать ему придется, если его вытащат на суд в конечном итоге. И армянское общество спросит с него. Причем, понимаете, это же процесс-то будет политический, если такое случится. Они спросят с него и за неудачи в военном конфликте, и за дипломатический фон вокруг этого конфликта, что он сделал. Потому что, если говорить о россиянах, то они видят, что показывали позиции президента Армении и президента Азербайджана. Это просто российское телевидение показывает. Обе стороны высказывают свою позицию в данном конфликте. И позиция Пашиняна выглядит слабее. Слабее, путаннее, как-то непонятно. То есть очевидно, что Пашинян не союзник. То есть во главе Армении находится не союзник России. Понятно. Но Москва не может ничего изменить, пока не изменится само армянское общество. Понятно. Понимаете, оно реально очень серьезно проработано на предмет того, что отношение к России в значительной мере утилитарное. Вот есть такая страна, почему бы ей не помогать. Да, газ по дешевке и так далее. Мы сейчас, прежде чем перейти к нашему последнему вопросу, буквально срочная новость на твиттере президента Азербайджана, обнародную новость. Он поделился о том, что азербайджанская армия подняла флаг на историческом мосту Худаферин. Это над рекой Араз, которая на Азербайджанно-иранской границе. И она была под оккупацией. И войска, вроде как, двигаются вперед. И над этим мостом уже поднят азербайджанский флаг. Это буквально минуту назад появилось на твиттер-канале президента Азербайджана Ильхам Алиевой. И с этим мы весь азербайджанский народ поздравляем. Василий, у меня вот такой последний вопрос. Дело в том, что все это время армянская сторона настойчиво пытается представить все происходящее. Как ни войну между Арменией и Азербайджаном, что на деле происходит. Да, к нам есть территориальные претензии. Наши территории оккупированы. Наши войска эти территории освобождают. Армянская сторона, в том числе на медиапростанстве России, представляет это как некий конфликт. Точнее, она пытается столкнуть Анкару и Москву. То есть, я сказать, русские должны впрягаться, потому что здесь турки. Это война между... Я просто хотел бы и с политической точки зрения, и с экономической, что не менее важно, вы представили турецко-российские отношения. Потому что, понимаете как, с одной стороны, там же огромный пласт экономического взаимодействия между Турцией и Россией. Начинается с атомной станции, военное сотрудничество, продажа вооружения. Там есть и вопрос трубопроводов и так далее. Как вот эта попытка Армении, насколько она может быть успешной? Отношения России и Турции сложные. Это не новость никакая. И Эрдоган очень сложный президент. Тем более, что, насколько я знаю, его спасали во время государственного переворота, который американцы организовывали. Спасали его при участии российских спецслужб даже. Ну, по крайней мере, то есть таких штурмовых подразделений. Небольших, но эффективных. И помогали ему вернуться. Естественно, здесь решающее значение имело выступление общества, населения Турции, горожан, значительной части горожан тогда. Но все-таки отношения очень сложные. И, правда говоря, было бы странно ожидать от Эрдогана, который является таким неосманистом, какой-то благодарности. Поэтому здесь армянская сторона, конечно, играет на этом почве, пытается это использовать. Но ничего из этого не получится. Потому что, во-первых, Эрдоган прекрасно понимает ограниченность своих возможностей. И он будет отыгрывать назад, как только ситуация станет критической. И как он неоднократно делал и в Ираке, и в Сирии. То есть, Эрдоган, у него есть серьезная проблема. Он, конечно, очень серьезно заигрывается, но в какой-то момент начинают звенеть ресурсы, потому что выясняется, что и турецкая лира падает, и экономика не держится, потому что очень большая зависимость от экспорта, и от российских туристов тоже. И вот тут начинается такое обратное движение и некоторая такая временная нормализация отношений с Россией. Но, конечно, в Москве не могут считать Эрдогана союзником, но ведь проблема Армении в чем, потому что Турция еще и член НАТО. И, казалось бы, как член НАТО, ну, вы же должны поддержать партнера НАТО. Почти члена НАТО, да? То есть вот эта же ориентация на то, что мы будем ориентироваться и на НАТО тоже, что нам, собственно говоря, Пашинян же ведь ориентировался на НАТО. Вот, пожалуйста, где помощь НАТО? Где помощь НАТО? То есть все это выглядит абсурдно. На самом деле все выглядит абсурдно, хотя понятно, что отношения России и Турции сейчас осложняются, но вот осложнится до такой степени, чтобы Пашинян, вот именно его администрация смогла сыграть на этих противоречиях, вот именно сыграть, как маленький на большом рояле, да, маленький мальчик на большом рояле, этого не получится. Это уже очевидно. А, ну, медийно можно играть сколько угодно, это не имеет никаких последствий конкретно политических. Понятно, понятно, понятно. Василий, огромное спасибо вам, что нашли время, присоединились к нашему ютвиру и ответили на наши вопросы. Спасибо. 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 Я напоминаю, в эфире телеканала СБС был специальный выпуск, специальный выпуск вел я, Санан Альзаев, с гостем специального выпуска был Василий Калташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института Нового Общества. До свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok